Доброе утро, детишки. Как дела? Доброе утро, хочется спать, в парке дома ночи, или даже что-то загрузилось, да? Ну, интернета нет, я отправил, думаю, что это будет. В общем, мы сегодня спали вот в этой комнате, смотрите с каким видом из окна. Вайнер спал в соседней комнате, с видом на пустую кровать, вот тут, и все это удовольствие нам обошлось в 250 рублей с человека, 1000 рублей. Сейчас покажу вам вид с балкона, как все это здесь выглядит. Надо убрать швабру, поставить ее и открыть балкон. Ваня, привет, доброе утро. Ваня проснулся, как всегда, раньше всех. А сейчас Антон уже выходит, спускается. И вот такой вот вид у нас. Вон лавочка, на которой качалась Влада, теперь там кто-то другой качается. Видишь, Влада, тебя нету, и все, лавочку заняли сразу. Ну вот она, федеральная трасса Бишкек-Хош. И вот такая вот красота у нас здесь. Тиктагульское водохранилище. Сейчас с завтракой и валим дальше. Хотим немножко искупаться в водохранилище и сегодня уже доехать до еще одного интересного озера. А до какого именно, я вам расскажу чуть позже. Поэтому не переключайтесь и смотрите дальше. Сегодня у нас на завтрак манная каша, яички, салат и чай. Да? Да. Отлично. Влада, это специально для тебя. Ты сейчас там, в России, в холоде, мы здесь тепле. Я иду к той качельке, на которой ты качалась. Покачаюсь для тебя специально, чтобы ностальгия сейчас посетила тебя. Вообще, конечно, супер медитационное место, мне кажется. Качелька. Да? Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok в общем и добрались до берега тактагульского водохранилища ну из минусов это очень грязно вот можно посмотреть просто куча мусора конечно выносите за собой мусор это не так тяжело выпили вот эту водку выпили сок взяли в пакет и везли там выкинули будет же чище более те я уверен что это не приезжая синяки это местные как бы это вот ну не прискорбно не звучало до ваш дом поэтому не сорить здесь и быть чище и приятнее сюда приезжать а мы сейчас банда 3 папуасов кроме вани ваня говорит что его религия запрещает купаться в таких водоемах тоже вань ты будешь а ну может быть хорошо да в общем мы сейчас искупаемся честно я даже намылюсь весь после того потому что мы это просто должен быть разрывон вообще разрывон еще давай давай а вот Вау-хау! Половина сахар, половина мёртвый В общем вот такой вот у нас здесь пати. Ваня сегодня ответственный за кухню, за кофе. Это не так называется. А как? Борис-то ёпта. Лучший на всём токтагульском пространстве. Ты глянь ещё вот это всё. Это остатки от Борис-то. Вот смотрите. Это грубого помола. Это мелкого помола. Вот там среднего помола. Ну а тут всякая Иванина ветошь. Иван как бы работает в таких условиях. Лучший Борис-то на районе. В общем вы наверное слышали вот этот гул как в самолёте, который постоянно сопровождал многие наши спичи из салона. Это связано с тем, что у нас тупо гудит бокс. И сейчас мы хотим его подвинуть. На с той стороны ещё. Ёпта. Неужели? На с той стороны. На с той стороны. Да, давай. С розовой слоны пойдут. Да, в общем мы его двигаем. Сейчас. Секунду. Давай на раз-два-три. Раз-два-три. Ещё. Раз-два-три. Я думаю... Подождите нормально? Да-да, я предлагаю ещё даже. Раз-два-три. Отлично. И у нас теперь будет что? Выход в люк. Ну в общем всё. Мы сейчас уже собираемся выезжать. Покупались. Напомню, сегодня 28 сентября. Блин, ну просто погода шепчет. Сейчас будет ещё копеёк. Передвинули бокс. Переоденемся в новую одежду, в чистую. Чистое тело, здоровый дух. И отправляемся дальше. У нас впереди ещё будет интересное озеро. У нас впереди ещё будет один интересный заповедник. Будет реликтовый ореховый лес. И к первому числу мы едем в Ош. А дальше Таджикстан. Ну нет, ты что, обещаешь теперь, что Wi-Fi у тебя поставить? Да. Теперь все, кто будет приезжать, знаете, здесь будет ещё и Wi-Fi. Давай, ладно. Ты там это видео положишь, да? Ну нет. Всё, будет Wi-Fi, нормально всё сделай. Как-то просили мы вчера. Всё, ребята, счастливого пути вам. Спасибо. Ещё будем увидеться. Как говорится, земля круглая. Да, давай, будешь у нас в России набирать. Хорошо, всё. Спасибо тебе. Пока. Давайте. Всё, пойдём узнаем по поводу мойки. Привет. Помоешь? Нет. В общем, первая часть мойка от Богдана закончилась. Теперь начинается мойка от ребят из Кокола. Вот так вот они стомоют это. Помывают вручную, как для себя. Будет вообще всё покручуем. Хрена у них. Теперь вы увидели, где пушка терминатора после съёмок. Мне кажется, что чуваки из этой мойки вообще никуда не торопятся. Потому что если бы мы сейчас не помыли бы свою машину, то бы ещё был плюс час, наверное. Они все на слабое, смотрите. Как дела? Нормально? Я говорю, круто вообще. Ну что, как дела? Ты один моешь за всех, да? Да. Все на расслабоне. Всё, ом мани под ногом. Брат, скажи, что всё, и ты отпускаешь нас. Мы уже всё, уже хотим кушать и уже хотим уехать. Давай. Давай, 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 брат. Давай. Прошло два часа. Всё, брат, спасибо. Давай, пока. Погнали. Вы тоже опрыгай, давай. Поехали. Поехали, ребята. Уезжаем. Уезжаем быстрее, пока нам ещё не помыли. Уезжаем быстрее. Здравствуйте. А что это покушать у вас? Можно лапшу домашнюю с курицей. Тогда давайте я буду яичницу с колбасой. Никуда не деться. И салат. А салат какой будет? Свежий салат. Свежий салат давайте. Отлично. И булочку одну вот такую. Как ты видишь? Покажи. Надо так обувь снять. Причем надо аккуратно так ножкой задвинуть. Дальше садитесь. Садитесь там чисто. На саланчике легкой сетки. Хорошо. Один заказ. Там между нами пролевает трещина. Ваня не разделяет местного колорита. И хочет отделиться яд колодца. Чем между нами пролезет. Чем ближе к котлету тем больше мы его теряем. Ух-ух-ух. Эта трещина зовется знаешь как? начало 6 у нас на дворе а лето и солнце это конечно вообще здесь сколько хочешь просто вот хоть ложка ешь кстати по поводу того что везде на берегу много мусора и и вообще что ну не очень многие местные относятся к природе вокруг вот еще раз говорю мы с собой все весь музыка у нас был там на берегу собрали и где вы думаете мы выкинуть вот можно посмотреть бутылочки наши и пакет супер удобно собираешь собой все в пакет выводишь не потом там где есть вот такие урны выкидываешь приучайтесь чистоте если у вас будет чисто к вам будет больше прижать туристов и с большей охоты очень красивая природа но местами хочет и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Добрый день Добрый день Директор Мы фильм снимаем Завтра планировали здесь один день провести И нам бы с утра поднять озеро Но раз узнали что у вас здесь такое У нас есть с собой оборудование Коптеры есть Может быть тоже день у нас есть на все про все Могли бы 4 человека Помочь пользователю То есть там где-то дроном поднять Он у нас в общей сложности может час летать с батарейками Плюс соответственно Нам нужно будет с утра отнять озеро Она рядом с озером или где-то с рапатом вдали от озера Вдали Мы завтра еще раз говорю С 6 до 7 у нас съемки Вот как раз пока рассвет Я понимаю что будет пасмурно Но нам даже будет нормально То есть этого Мы отсняли И мы готовы куда нужно В точку нам скажете Мы подъедем Мы прям подлетим Потому что мы тут снимали водопады Докуда добраться нельзя Я прям в водопад залетал Ну прям вот к нему Вот прям вот так подлетал Вот как раз вот этот брон нам Подлетим сделаем тогда Все Сверху спускаться метр 50-60 Надо на веревку спускаться Да не 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 Ну что подлетим глянем Если там что-то такое То и причем мы сможем Может где-то может зацепилось где-то Что-то посмотрим Ну все договорились Все завтра тогда мужики Все до завтра Рахмат Договорились Так с вами так же Все тогда до завтра Там же закрыто Да договорились Причем мы договорились О въезде на территорию озера Нас сейчас запустят туда Закроют за нами ворота Как в страшных фильмах А завтра мы попробуем Помочь дроном поискать Пропавшую женщину Есть там вероятность того Что в общем на скалах Видели то ли рюкзак То ли что-то В бинокль плохо видно Но там на веревках спуститься Не сумели Поэтому надеюсь Что завтра наш дрон Поможет что-то найти Может действительно Ну еще что-то Можно будет сделать Вот Сейчас нас запускают Туда за ворота И ночью мы будем Ночевать там Прямо на берегу озера Поэтому Экшн начинается Ребята Ваши завтра будут Десяти Да Там в кордоне До десяти Мы будем на кордоне Я там десять раз уже был Ты слышишь маленькая Никого не будет Мы там одни будем Нет никого Ну все до завтра Давай Если мы выживем Тут кстати говорят Что здесь Ходит снежный человек Я даже не знаю Может здесь Сегодняшнюю ночь Буду спать в машине Ну и вот Может быть Мы все сегодня Будем спать в машине В общем реально Вы сами все слышали Сами слышали Весь наш разговор С директором заповедника Сейчас здесь Слышали эмоции ребят Я думаю Что на самом деле Такое знаете Запад Как бы это В общем У меня нет слов У меня нет слов пока И реально Ну такое Некое какое-то Волнение Внутреннее Все равно присутствует Напомню Что нас закрыли Там сейчас За нами закрыли Ворота И мы 15 километров Едем в неизвестность К озеру Где пропал человек Сейчас трясущая системка Как раз Кстати Прям Накрыляет Обстановку А там кто-то есть? Костер что-то Да ладно Есть у нас Здорово Вы что здесь греетесь? Мы здесь греемся Ну Ясно А мы туристы 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 С Бишкека Вы? Слушай Мы съемочная группа Приехали Два фотографа Как съемочная группа А вы что где в лагерь разбили? А у нас вот бусик Вот вот здесь вот А вы в нем прям спать будете? Ну наверное да А мы думаем где палатку Где-то А тут глупость Хотя вот вот здесь вот Вот под навесом я думаю Что да наверное встанет Слушай знаешь что Слышали да Что женщина пропала? Мы на самом деле Немножко очканули Когда увидели фары Потому что вам сказали Да зажгете костер Вам всем пиндец Нам по-другому сказали Нам сказали Здесь никого нет Мы едем Пацан тоже говорит Блять Кто там сидит Разве что ты как обычная Как обычная Ништяк Ну пойдем Ну все здорово Привет Меня Богдан зовут По-тиргизме Я Кудайберген Вы откуда? Из Ингландии и Америки Из Ингландии и Америки Окей Я из России Короче там чуваки Из Англии и Америки Пообщались с ним Тоже фотограф Один тоже снимает фильм И ну как минимум Плюс два подписчика У нас есть на канале Они на самом деле Испугались увидев нас Так ну что Мы заехали сюда Разбили палаточки Под таким навесом Вот там у нас кострище Суть в чем Очень идет дождь Очень грязь Вот это просто Это глима Галимая глина Галимая глина Мы пытались тут развернуться Машину сносит Ну сами видели Резина у нас такая Лысоватая Поэтому Не знаю Когда мы тут будем Уезжать Ну выйдем При любых раскладах Потихонечку В общем завтра Надо высыпаться Завтра дай бог Чтобы тут дождь ушел Чтобы мы поснимали Озеро И все таки Может найдем Девушку Это было очень конечно хорошо Ладно Сейчас мы сделаем покушать Немножко пообщаемся С ребятами из Англии И ну вообще С этими туристами Англо Американско Киргизскими И ложимся спать Завтра ранний подъем В 7 утра встаем Съемки И в 10 здесь Как штык уже готовы Покушаны Собраны На поиски Пропавшей Туристической Девушки Девушки туристы Все Субтитры сделал DimaTorzok